Всем привет, всем здрасте Ой, качается у меня телефон Всем привет из Канады Сегодня очередное видео серии Болталка Кофе по вторникам или по средам, как хотите Потому что кофе-то я покупаю, записываю во вторник А выкладываю в среду Сегодня поговорим о мужиках О канадских мужиках Дело в том, что я как бы В этой сфере наблюдатель Теоретик Потому что я приехала в Канаду Глубоко замужем С тремя детьми С тремя детьми, вернее, но один уехал назад Ну, в общем, неважно, это другая история Поэтому все рассказы О канадских мужиках и все истории О канадских мужиках, это по рассказам Моих друзей и знакомых, по моим наблюдениям Так что вот Не обессудьте, что называется Поскольку опыт не личный Не мой личный опыт, но В общем, все же, как бы, наблюдательность Меня никогда еще не подводила, не обманывала Ну, и давайте начнем По порядку Значит, сказавший, во-первых Что канадские мужчины, они очень Практичные и такие Хозяйственные Не то, чтобы не сказать Прижимистые, но хозяйственные А еще есть такое хорошее слово Рачительные, знаете Вот хозяйственные, рачительные мужчины Из этого очень многое вытекает Карактеристики канадских мужчин Все остальные, они как бы вытекают Из этой главной характеристики Хочу подчеркнуть, что Я рассказываю о мужчинах Из англоязычной Канады То есть живой в провинции Онтарио Потому что дело в том, что Вот глядя на У меня есть канал, который я смотрю Называется Канада особое мнение Его ведет прекрасная девушка По имени Елена Она, я оставлю ссылку на ее канал Она живет в провинции Квебек И то, что она рассказывает О провинции Квебек И мои наблюдения о Канаде Прожившей много лет уже в Онтарио Они очень сильно не совпадают Я предполагаю, что Простите, я тут передвигала камеру Вышло солнце, я надела очки Так вот, я предполагаю, что Та же история Лен рассказывает очень много про жизнь По французской Канаде И очень много чего не совпадает В моих наблюдениях Поэтому я предполагаю, что Та же самая история Относится и к мужчинам Англоговорящим и франкоговорящим Так вот, я хочу сказать Что вот рачительность И хозяйственность, так скажем Англоговорящих канадских мужчин Она как бы является основополагающим Фактором в их остальных характеристиках И в том, какие женщины им нравятся Значит, давайте начнем Во-первых, если вы хотите выйти замуж за канадца То оставьте идею, что вы сможете приехать в Канаду И здесь не работать Канадцы вообще такие люди Они не собираются никого сажать к себе на шею Они женятся на человеке Который, так сказать, несет полноправную лепту В их семейный бюджет Знаете, вот есть бытует такое мнение Что когда вы выходите замуж за границу То вы как бы себя обеспечиваете на всю жизнь Такой немножко, ну как бы такой Более или менее вольной жизнью Что муж вас будет содержать А вы как само собой разумеющийся Не будете работать Не исключен, конечно, такой вариант Я не говорю, что это как бы плохо или хорошо Я вообще не говорю, не даю никаких оценок Я не говорю, что этого не может быть Но по моим наблюдениям Канадские мужчины, они вообще не понимают Почему, собственно, жена не должна работать Потому как здесь полное равноправие Равенство полов И вносить лепту в семейный бюджет Может как мужчина, так и женщина Особенно если, ну как бы, женщина образованная То с какого перепуга она будет сидеть дома И не будет работать Так что вот если вы рассчитываете на то Что вы приедете в Канаду жить Выйдите замуж с канадцей И это вам обеспечит стопроцентную Так сказать, пожизненную пенсию Скажем так Ну не пенсию, а возможность сидеть дома и не работать То не рассчитывайте сильно на это Нет здесь такого понятия Что жена сидит дома и не работает Вернее, может быть, очень у У каких-то очень old-fashioned старых канадцев Да, существовало такое понятие Но даже вот я знаю достаточно пожилых людей У которых, в принципе, жены работали Всю их сознательную жизнь до пенсии И желательно, чтобы у вас было хорошее образование И желательно, чтобы у вас была хорошая работа То есть я не говорю, что это основные условия Но это один из, в общем, как бы Это то, на что смотрят канадцы, понимаете Для них очень важно, чтобы жена Имела хорошее образование Имела хорошую специальность И, естественно, как бы работала И вносила свою лепту в семейный бюджет Так же, как и муж Канадцы очень хозяйственные мужики По природе и по жизни Естественно, того же самого Они, в принципе, ожидают и от своих половинок От своих жен К чему я это говорю? В том смысле, что Ну вот он предполагается, что жена В общем, будет там Уметь сажать цветы Ухаживать за грядками Следить за чистотой в доме Смотреть за детьми То есть Как вам сказать Это не то, что Здесь в Канаде такой патриархат Что муж сидит на диване А жена там шуршит на кухне И так далее Они это делают вместе Это не то, что канадский муж не будет вам помогать Он будет это делать вместе с вами Но он этого ожидает от вас тоже То есть не ждите, что Если вы приедете в Канаду Замуж за канадского мужа Он сразу вам возьмет Уборщицу в дом Повара Няньку для ваших детей И вот так далее Это даже вообще не зависит от того Какой у вас бюджет То есть даже если он Достаточно хорошо зарабатывает Даже если он очень хорошо зарабатывает Все равно как бы подразумевается Что жена должна вести хозяйство Должна вести дом Даже если она работает Вместе с мужем вдвоем На равных Они будут это делать А уж если она не работает То конечно она возьмет на себя Большую часть этого дела Но как бы это нормально Что в Канаде Что женщины В общем такие хозяйственные девочки Они как бы все умеют Все могут по дому Там вот опять же Любят свой огород Любят сад Любят свой дом Вообще дом в Канаде Это знаете Это такая как Дом и о крепости И вот женщина должна заботиться о доме Украшать его Делать его красивым Уютным И так далее Как бы это подразумевается Такая вот ситуация То есть если вы Не особенно хозяйственная девушка То желательно как бы Если вы хотите замуж за канадца Хотя бы в этом не рассказывайте Это не показывайте А потом может быть Признаться в этом Уже после замужества И тогда наверное Если он вас очень любит То он вас просто научит хозяйничать А не выгонит сразу из дома Естественно В Канаде принято имя детей Ну знаете Что значит принято Сейчас вообще в жизни Все меняется Но канадцы очень Старо Хотела сказать Староверы Но Они достаточно Традиционные люди Поэтому семья Двое детей Двое-трое детей Одна-две собаки Как бы дом Вот это вот То что в Канаде В принципе принято Естественно Муж ждет От вас Что вы ему Нарожаете детишек Вот эти всякие Child-free Вот это вот все Здесь как бы Не особенно популярно Опять же Я говорю Очень о среднем О среднестатистическом Жителе Канады Который В общем-то Живет где-то в пригороде Может быть В небольшом городе Потому что Знаете Есть очень большая разница Между жителями Больших мегаполисов В Канаде И жителями Каких-то Ну не очень больших Городков Которые находятся Вдалеке от мегаполисов Это как бы Такие две Две разные страны И В общем Понятия у них тоже О жизни разные Как у мужчин Так у женщин Но я говорю О таком Среднестатистическом Англоязычном Канадце Который Под Канадцем Понимаете Я подразумеваю Даже не Не обязательно Англосакса Это может быть Человек Которого привезли В Канаду В очень юном возрасте Или который Родился здесь И допустим Его родители Выходцы из Германии Или Восточной Европы Но он родился Или вырос в Канаде И является Так сказать Уже таким Носителем Местных Традиций Культур И так далее В общем Нахватался Местных Местных привычек И в общем-то Является Ну как бы Представляет собой Среднестатистического Канадца Хотя может быть По своим корням Он совсем Даже не канадец Как я уже сказала Канадцы Они довольно Рачительные люди И не то чтобы Прижимистые И не то чтобы Жадные Ну как бы Такое сильное Транжирство Здесь не приветствуется Даже если вы работаете И даже если вы Зарабатываете То Канадский муж Не поймет В общем-то Ваши То что вы Сюду Зарплату Профукиваете На какие-то Свои там Чачки Которые Ну вот Если вам хочется Что-то Очень Вы конечно Можете купить Боже упаси Здесь женщины В Канаде Самостоятельные И вполне себе Независимые Но Ну как-то Знаете Здесь Здесь не модно Сорить деньгами Здесь не принято Сорить деньгами Это как-то Это странно Это непонятно Хотя в принципе Люди как бы Ходят В рестораны Ездят В отпуска Но это такое Знаете Запланированные Траты То есть У них запланировано Что раз в год Они идут в отпуск А если вы вдруг Решите Что вы хотите На Мальдивы Вот так вот Вдруг С бодуна Совершенно Вот просто Вам приспичило Захотелось И вы говорите Мужу знаешь Милый Я вот съезжу Пожалуй на Мальдивы Не поймет он этого И как бы Не будет это Воспринято с восторгом У них довольно Так это В принципе Ну как-то Бюджет надо планировать И спланировав Поехать на Мальдивы Вы поедете Но это не будет Так что Вот знаете Вот мне захотелось И я поехала Или там мне захотелось Вдруг потратится Много денег И вы можете это сделать Это тоже как-то Не совсем Принято В общем короче Планировать надо бюджет И следовать этому плану И никто не понимает Вот каких-то таких Знаете Больших Спонтанных трат То есть Вот не принято Здесь это И мужики естественно Не будут в восторге Если жена Вот так вот Начнет вдруг Фугачить бабки На всякую фигню Не запланированную Главную фигню Если вы хотите Запланируйте ее Эту фигню Потом можете Тогда можете Тратить на нее деньги Канадцы Очень спортивные Они любят Такой знаете Подвижный образ жизни Хайкинг Это походы Пешком Кемпинги Поездки По каким-то лесам На какие-то озера Какие-то вот такие Вот знаете Развлечения Они вообще Очень спортивные люди В том смысле Что они любят Зимние виды спорта Это лыжи Это всякие там Походы зимой По снегу Подводная рыбалка В общем Всякая Вот такой вот экстрим Ну и конечно За хоккей Хоккей еще раз Хоккей 33 раза хоккей Если вы хотите Замужных канадцев Вы должны любить хоккей Или делать вид Что вы любите хоккей И во всяком случае Не признаваться Ему в том Что хоккей вам не нравится И не интересен Потому что хоккей Это местная такая религия Канадцы очень Хорошо относятся К спокойным Равновешенным людям Канадцы в общем В принципе В своем большинстве Спокойные Равновешенные люди И выбирая себе жену Канадец В принципе Будет Искать Такую спокойную Равновешенную женщину Характер Народический Знаете Вредных привычек Не имеет Вот То есть Вот эти вот Спонтанные дамы Вроде как Я такая вся Внезапная Такая неожиданная Вся Вот это вот Все как бы Не очень Он будет с опаской Не относиться Смотреть на нее С испугом И скорее всего Убежит При первой же возможности Вот Так что опять же Если вы Все такая спонтанная И неожиданная Постарайтесь этим Не бравировать А наоборот Как-то это скрыть Прикрыть И постараться Как бы Это не показывать А уж потом После свадьбы Конечно можно Че уж Канадский мужчина Очень ожидает Что вы разделите Его традиции И его традиции Его семьи Его страны Будете праздновать С ним все праздники Канадцы Я уже сто раз говорила По-моему Очень традиционные люди Очень привержены Своим каким-то Старым устоям И поэтому Ваш муж Как бы Женившись на вас Очень Будет рассчитывать На то Что вы будете С ним праздновать Все его праздники Ходить Встречаться с его семьей На Крисмос На Истер Это Пасха Католическая Ну и все остальные Праздники Справлять Ставить елку На Новый год На Крисмос Простите В общем Независимо от того Какая у вас религия Он не то Чтобы вам Запретить Так сказать Исповедовать Вашу религию Но В его понимании Ваша религия Не имеет никакого Отношения К Канадским традициям И праздником И праздником То есть Он конечно Не потащит вас Насильно В церковь На Крисмос Или на Истер И в принципе Если человек Настолько религиозен Что он По праздникам Ходит В церковь Католическую То он Скорее всего И женится На католичке Которая будет Разделять Как бы Все его Традиции Но Если он Не очень Религиозен А в принципе Справляет Все свои праздники Канадские Именно как традиции А не как религиозный Праздник То он От вас Будет ожидать Того же Неважно Какую религию Вы исповедуете Больше того Он разделит с вами Ваши праздники Ваши религии Если вы этого захотите И он будет с вами Праздновать Ваши праздники Религиозные И ваши Ваши традиционные Праздники Например 8 марта Он поддержит И так далее Но Он будет ожидать Что вы будете С ним справлять Крисмас 25 декабря Истер Тогда Когда справляется Католическая Пасха Потому что Собирается вся его семья И он как бы Будет ждать Что вы пойдете С ним Встречаться С его семьей Это очень Традиционно Семейные Канадские праздники Которые Любой канадец Ожидает Что его жена В общем Разделится С ним С его семьей Так что Опять же Еще раз повторюсь Это не имеет Никакого отношения К религии Для них Это просто Их традиции Семейные Которые В принципе Они хотят Продолжать И привить Их своим детям Канадцы Очень любят Животных Советую вам Полюбить Собак и кошек Если вы их не любите То притворятся Что вы их любите Здесь вообще Домашние животные Это как бы Член семьи И здесь По 2-3 собаки В семье Даже Одна Это вообще редкость Как правило Две собаки А то и три Очень много Тратится на это Денег Сил Потому что Как я уже говорила В Канаде Медицина бесплатная Но не для животных То есть люди На ветеринаров Тратят денег Больше чем на себя Поэтому Домашний питомец Вообще Полностью Абсолютно Член семьи И в общем Каждая семья Когда вот Образуется Молодая семья Покупает дом Заводит детей И конечно же Заводит собаку Две А то и три Это как бы Ну практически Опять же Я говорю Про среднестатистическую Семью Я не говорю Про Есть исключения Безусловно Как во всем Есть исключения Но вот Просто вот К вашему сведению Что Любая собачка Здесь это надо Искать Тю-тю-тю Погладить Сказать Ой какой хорошенький Песик В общем все такое Ну в общем Как бы Очень многие Действительно любят Собака Любят животных Если вы не любите То притворитесь Что вы любите собак Последнее девочки Про внешность Я не зря Вынесла это Последним пунктом Потому что Я хочу вам сказать Что внешность Женщины в Канаде Выходя замуж Как бы Для того чтобы выйти замуж Не является первостепенной Вообще ни разу В нашем понимании Вот В стране Откуда я Выходец Внешность Это самое главное Для женщины Если честно Я по прежнему Вот я Старомодный человек И меня очень трудно В этом переубедить Я действительно считаю Что для женщины Внешность И то как она выглядит Очень важно Но я вам должна сказать Что для канадского мужчины Внешность женщины Не играет первостепенного значения Я это поставила Последним пунктом Может быть Это не является Последним пунктом Для канадца В выборе жены Но это абсолютно Не является Ни первым пунктом Ни вторым И даже наверное Ни третьим Опять же там Она должна быть Она должна быть Хозяйственная Покладистого характера Такого Она должна Иметь хорошую зарплату Хорошую работу Там Еще 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 А уж потом Она должна быть красивая Больше этого слова Красивая Это вообще понятие Очень относительное Женщина должна быть симпатичная Женщина должна Ну в общем-то Неплохо выглядеть Более или менее Настолько Насколько Это вот В пределах разумных То есть если она Совсем уже уродина Совсем Ну тогда Конечно А любая такая Миловидная Симпатичная Женщина Ничего особенного Обыкновенная Ну в общем На взгляд Очень многих Но для канадцев Это достаточно Они как бы Не ищут Каких-то Голливудских красоток Какая-то Неземная красота Не является для них Чем-то Очень-очень Желаемым И я вам даже Больше скажу Мне даже кажется Вот по моим Наблюдениям Что канадские мужчины Они как-то Немножко опасаются И немножко как бы Странятся Очень красивых женщин Я заметила Вот мой опыт Что очень красивые женщины В Канаде Им очень трудно Найти себе партнера Я заметила Что канадцы Их как бы Обходят стороной Как бы Да она красивая женщина Какая красивая женщина Но пусть Достанется кому-то другому Я даже не претендую На такую красоту Неземную Мне бы что-нибудь попроще Мне бы лучше Что-нибудь такое Знаете По семейнее Помягче Поудобнее По душевнее То есть Ну вот Что-то такое Примерно Знаете Канадцы Они северный Холодный народ Так скажем Да Вот я приехала из Израиля И я вам совершенно точно скажу Что южные мужчины К коим израильтяне Конечно же относятся Израильтяне Итальянцы Я не знаю Греки Испанцы Весь-то Весь-то Медитеринен Так сказать Область Вся это Они В Израиле Красивая женщина Идущая по улице Обязательно будет Провожаться Взглядами мужскими Какими-то Высказываниями Вздохами И Междометиями По поводу того Что Они видят Такую неземную красоту И в общем Впечатлены В Канаде В Канаде Вслед ни одной Красивой женщине Вы не увидите Мужского взгляда То есть Будет идти Красивая женщина Мужчина будет Проходить мимо А никто В общем-то Не проводит Не проводит Ее взглядом Они там Не покажут Каким-то образом Что он Впечатленный Вообще Сраженный И так далее Что вот такая Красотка Прошла мимо него Это еще конечно Обусловлено Ну конечно Таким северно-нордическим Складом Характера Канадцев Ну плюс еще Страшно запуганные Здесь мужики Вот этими Сексуальными Домогательствами Боже упаси Кто-то не подумает Что его взгляд Означает что-то не то Что кто-то может подумать И в общем Зачем Кому это надо Эти проблемы Так вот Ну Во многом Во многом Во многих отношениях Я должна сказать Что канадцы В общем достаточно Холодно Скажем так Относятся Вот такой Какой-то ужас На такой сильной красоте Поэтому Всякие ресницы Нарощенные волосы Ногти Надутые губы Какой-то очень яркий макияж Какая-то очень Гиперсексуальная одежда Вызывает в канадцах Такой знаете Немножко испуг И отторжение Они скорее всего Не станут Знакомиться И встречаться Женщина Которая выглядит Слишком Слишком Что она слишком Старалась Понимаете Опять же У нас был опыт У нас есть знакомый Старый-старый холостяк И мы ходили с ним В какой-то бар И мы как всегда Все наши Все старые клуши Наши Старые сводницы Пытаемся его С кем-то познакомить И поженить Но скорее всего Уже больше в шутку Чем всерьез Потому что он Непробиваемый холостяк И каждый раз Когда мы куда-то Вместе ходим Вот в компании Мы всегда как бы В шутку Среди женщин Одиноких Сидящих в баре Мы пытаемся Подыскать ему пару И мы всегда Такой у нас знаешь Конкурс Кто ему понравится И мы значит Между собой Начинаем его подкалывать Вот смотри Какая красивая женщина сидит Смотри какая Вот кого бы ты выбрала Из тех женщин Которые сидят Ну это между собой Это в шутку Вы понимаете Что это больше как бы Больше шутка Чем на самом деле Он всегда выбирает Самую такую знаете Мыш такую И нам так всегда Это странно Мы все Кстати он Он не коренной канадец Он приехал сюда из Германии Провел больше Свою частью жизни В Канаде Поэтому он приобрел Местные Так сказать Повадки И нам всегда Так интересно И он всегда Выбирает Самую такую Незаметную Самую естественную Малонакрашенную Скромно одетую Женщину Потому что Вот Естественная красота Даже не красота А естественность В женщине Пусть она В женщине Пусть она будет Менее красивая Хуже выглядит Чем женщина Очень Очень ухожена И очень старательно Накрашена И одета Но для них Важнее Естественность Чем даже Очень красивая Но не совсем Естественность То есть Вот Ну вы понимаете О чем я говорю И очень часто Очень часто Видишь Как идет пара Мужик Вроде интересный Такой В общем Во всех отношениях А женщина Такая вот мышь Идет рядом с ним Но можно предположить Наверное Что она успешная Что она хорошо зарабатывает Что она У нее есть хорошая работа У нее хороший характер Она очень хозяйственная Она любит хоккей Собак И в общем-то Как бы Вот у них Много общего И они нашли Общий язык И как она выглядит Для нее вообще Не важно Абсолютно не важно Ну вот примерно То что я хотела Вам рассказать Девочки Я наверное Ко-что что-то забыла У меня здесь были записи Я много чего Значит Хотела сказать И забыла Наверное Но в общих чертах Я думаю Что вы поняли О чем я говорю Все Увидимся в следующем видео До новых встреч До новых тем Люблю Целую Ваша Дита